И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и сегодня у нас в эфире The Isle, и мы поиграем с вами за Дриозаврика. Да, у меня на канале уже есть пару серий по этому маленькому милому зверьку, и сегодня, ребятки, я начну новую серию по Дриозавру. Насколько мы знаем, что Дриозавры ранее в The Isle крашили сервера ратьем своих норок и всему прочее. Это доставляло огромные проблемы администрации и владельцам серверов, но после последних обновлений в The Isle, когда разработчики стали бороться с китайскими серверами и с теми серверами, которые... Вернее, даже с владельцами китайских серверов, которые начали захватывать все остальные сервера, англоязычные, русскоязычные, из мира The Isle, копировать их и каким-то образом воровать стим-аккаунты через эти левые сервера всех игроков. Разработчики The Isle выпустили достаточно много обновлений, прямо-таки я даже ужаснулся, в плане того, что я ожидал, что разработчики начнут как-то, ну не знаю, более развивать быстрее Эвриму или... Блин, здрасте, Галик. Опять ты? Слушай, ну я его просто до съемок здесь встретил. Вот. Но факт остается фактом, что разработчики много привнесли в уничтожение этих левых китайских серверов, борьбе с ними и много серверов, даже англо-русскоязычных, может быть, даже получили перманентные баны за это. Но они нам сделали много вкусняшек, поправили нашего любимого дриозавра, за которого можно теперь рыть спокойно норки, ничего тебе за это не будет, можно гнездить его до бесконечности, собирать большое пати. Вот, в общем. Такс, ну, если хотите знать, что вообще добавили в игру, пишите мне в комментариях под этим видео, отвечу каждому. Да, они поигрались еще со светом, тенями, исправили ночь, день, ночь вообще стала очень темной, хоть глаз выколи, честно скажу. На стриме мне это не очень понравилось, но, может, пока это так кажется, не знаю. Итак, что я хочу сегодня сделать, ребятки? Сегодня я хочу вывести свое первое потомство. Первое потомство. Да, мой дриозаврик это девочка, самочка. Я встречал этих двух галиков, они тут тоже бегают, возможно, у них тоже свое тут какое-то гнездышко. Так вот, что мне нужно сделать? Вот, первым делом, конечно, давайте где-нибудь поставим гнездо. Здесь, в принципе, хорошее такое место, вода, озеро, кругом кусты и все замечательно. Такс, ну, можно поставить, в принципе, гнездо где-нибудь, ну, вот тут что ли, стой, не ставится, на открытой местности. На открытой местности поставить. Так, стой. Так, 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 наша самочка сделала гнездо, и теперь мы будем выращивать, вернее, не выращивать, а высиживать наши первые яички и вродим на свет нашего нового малыша. Так, сколько по времени будет происходить инкубация, я пока точно не знаю, но мы хотя бы давайте подождем, пока у нас появится новое яичко. Кстати, хочу выразить огромную благодарность серверу Age of Dina и главе этого сервера за предоставленного мне для съемок Дриозавра. Кстати, всем советую играть именно на этом сервере, здесь всегда тепло, уютно, атмосферно. Админы относятся к вам с пониманием. В общем, все ссылочки на сайт и этот сервер будут в описании под видео. Да, конечно, можно было бы сейчас натаскать для будущего малыша в наше гнездо травы, не знаю, каких-нибудь кустов смородины, но идет дождь, и, блин, у нас уже почти ночь. Это очень страшно идти куда-то, и вы не, хоть мы сейчас ничего не сможем, поэтому, наверное, дождемся хотя бы того момента, когда у нас кончится дождь. Ну, если что, у меня в желудке для малыша есть немножко еды. Так, отлично, ближе к ночи у нас закончился дождь. Давай посмотрим, что у нас по инкубации. По инкубации, ну, в принципе, у нас к утру, к утру будет готова наше яичко. В принципе, можно пока понюхать какие-нибудь кусты, самому поесть, и плюс натаскать кусты смородины в наше гнездышко для будущего малыша. Так, как я и говорил, кустов здесь очень много. Давайте сейчас натаскаем немножко еды в гнездо. Так, ну что же, в принципе, я думаю, 125 еды для нашего будущего малыша хватит. Можно побольше, конечно, накидать. Мы знаем, что дриозавры вообще по мере своего роста очень прожорливые существа. Они много едят. Не так, как много пьют, но еды требуется по мере роста очень много. Так, сейчас я, наверное, поем сам и приступлю дальше к инкубации будущего нашего яйца. Итак, ребятки, у нас готово яичко. Как я и говорил, к рассвету мы его выселим. Ну что же, давайте пригласим кого-нибудь в наше гнездо, и у нас появится первый малыш. Оу, я могу даже, смотрю, пригласить еще кого-нибудь. У нас готово второе яичко. Ох, ребятки, посмотрите, у меня родился маленький малыш. Он такой забавный. Посмотри, как он мило прыгает, это же здорово. Интересно, кто это? Это девочка или мальчик? Давайте попробуем сводить его на водопой. На первый его водопой. Да, конечно, малыш, наверное, передвигается очень медленно, но... Ой, он так мило пищит. Пойдем, маленький мой, пойдем за мной. Пойдем, крошка. Ну что же, наш малыш делает первые свои глотки воды в жизни. Посмотри, это так мило. Малыш очень быстрый, и, блин, это здорово. Ну что же, мне придется охранять эту кроху до того момента, пока он не станет таким же большим и крупным зверем, как я. Ну, хотя бы, чтобы дать какой-нибудь хоть малый отпор хищникам в мире The Isle. Интересно, как кричит малыш? Малыш, прокричи мне, я хочу услышать тебя. Ну, это всего лишь какой-то маленький писк, но это писк будущего большого триозавра. Да, это здорово. Пойдем, малыш, обратно. Пойдем, тебе сейчас нельзя особо выходить далеко. Тебе нужно сидеть в мамином гнездышке и питаться травкой, кустами, смородинами, что я тебе натаскал. Посмотри, как мило торчит голова нашего малыша из, блин, гнездышка. Это прикольно, он смотрит на меня, на мамку, на свое. Интересно, мой малыш питается хотя бы травой, что я накидал в гнездышко? Надеюсь, да. И, по-моему, он, кстати, немножко дал в росте. Да, он был же совсем маленьким, совсем маленьким крохой, когда я водил на водопой, и, по-моему, он приподнялся в росте. Такс, ну что же, я, в принципе, тоже поел, попил. Нужно дождаться роста полного, хотя бы, ну, среднего роста нашего малыша. Научить его рыть норке, залазить туда в случае опасности. Ну, а потом уже искать новые приключения. А поверьте, приключений у нас будет много. Да, насколько ты можешь понимать, дриозавр — это практически беззащитное животное. Поэтому в дальнейшем мы сможем только выживать, ну, прячась по кустам, по каким-то каньонам, я не знаю. О, мой малыш вышел посидеть рядом со мной, это здорово. Поэтому угроза нам может быть от любого хищника. Ну, если только мы не прибьемся в дальнейшем к какому-нибудь стаду больших динозавров, трайков или других каких-то шант, без разницы. Самое главное — найти хорошее стадо, которое будет держаться вместе и защищать нас, маленьких и беззащитных. О, пошел дождь. Такс, ну ладно. Малыш, давай-ка дуй обратно в гнездышко, сиди там, а то замочишь себя. Так, наш малыш уже, в принципе, созрел. Он уже джувик, это замечательно. Да, они растут, в принципе, довольно-таки быстро, но в дальнейшем потребность еды увеличивается. Так, ну хорошо, малыш, иди, сходи попей воды, только аккуратно, я тебя умоляю, будь предельно аккуратен. Гнездо я, наверное, ломаю, оно мне больше не нужно. Я больше не собираюсь высиживать еще какие-то яички. Пока мне достаточно одного малыша. И то с одним малышом, насколько вы можете понимать, бывает очень много возни. Сейчас мы сделаем нашу первую норку и попробуем залезть туда с нашим маленьким ребенком. Научить ему, его тому, что в случае опасности нужно прятаться. Малыш, если ты напился, пойдем за мной. Пойдем. Итак, сейчас наш малыш наестся, перед тем, как мы начнем рыть норки. Давай, малыш, наедайся, наедайся, тебе нужно расти. Так, ну че, давайте попробуем вырыть норку. Малыш, держись позади меня. И начинаем. Разрываем. Сейчас попробуем пригласить первым войти в нашу норку. Нашего малыша. Давай, малыш, пробуй. Давай. А ты молодец. Молодец. Храбрый малый, тебя ждет успех в будущем. Так, теперь мне нужно войти самому туда. Оу, посмотри, как здесь уютно. Да, конечно же, дождь, который сейчас идет снаружи, блин, он портит всю малину. В плане того, что вода протекает и сквозь землю, и наши спинки намокнут, а малыш, не дай бог, заболеет или еще что-то в этом роде. Давай, малыш, отсидимся здесь. Малыш, а давай теперь покажем, как ты выпрыгиваешь из этой норки. Тоже так же, как ты залазил в норку. То же самое. Давай. Только учти, что снаружи может быть опасность. Всегда сначала прислушайся, а потом уже вылезай. Молодец, малыш, ты учишься быстро и хорошо. Так, ну что же, давайте, наверное, пробежимся еще раз к водопою, попьем немножко. Самое главное, не забыть, где наша нора. Если вдруг придут какие-нибудь жесткие юторапторы или страшные гиганотозавры, нам сразу же нужно будет лезть в норку. Я надеюсь, что у юторапторов не хватит смелости или еще чего-нибудь залезть внутрь. Ха-ха, я не знаю. Так, ну что же, давайте мы обратно сейчас залезем в нашу норку. Давай, малыш, ты первым. Я тебя жду. Давай. Давай, давай, залезай. Залезай, мой хороший. Давай, молодец. Следом за тобой залезет мамка, и мы здесь будем сидеть. Фух. Я думаю, что в следующей серии мы, наверное, с вами сделаем большую миграцию. Каким-нибудь травоядным. Либо попробуем найти таких же дриозавров, как мы, и, возможно, выведем еще дополнительное потомство. Вот. Ну, а если тебе понравилась эта серия, поставь обязательно пальчик вверх. Подпишись на канал, нажми колокольчик, дабы не пропустить наши новые видео. Ну что же, малыш. Давай покричим вместе. Ой, ты мой маленький. Ладно, все. Всем пока-пока-пока.